В японской кухне практически отсутствует жирная пища, поэтому уровень сердечно-сосудистых заболеваний у них гораздо ниже, чем в США и Англии. В Китае жирной пищи довольно много, но уровень сердечно-сосудистых заболеваний у них намного ниже, чем в США и Англии. В Саудовской Аравии практически не пьют алкоголь, поэтому уровень сердечно-сосудистых заболеваний у них намного ниже, чем в США и Англии. Во Франции и Италии алкоголь хлещут не переставая, но уровень сердечно-сосудистых заболеваний у них значительно ниже, чем в США и Англии. В Алжире почти не занимаются сексом, только для продолжения рода, поэтому уровень сердечно-сосудистых заболеваний у них намного ниже, чем в США и Англии. В Бразилии же наоборот, трахают все, что движется, однако уровень сердечно-сосудистых заболеваний у них гораздо ниже, чем в США и Англии. Какой же из этого всего напрашивается вывод? Кстати, наши люди всегда об этом интуитивно знали. Ешь что хочешь, пей что хочешь, трахайся с кем попало. То, что тебя убивает, это английский язык.